Друзья, всем привет! В 2015 году, в феврале, я купил автомобиль Mazda 6 И на сегодняшний день автомобилю 3 года, и я проехал на нем 105 тысяч километров Прямо сейчас я вам сделаю краткий отзыв реального владельца Расскажу, что мне понравилось в машине, что мне не понравилось Каких конкурентов я рассматривал С самого начала у меня был план последовательно снимать серии И сделать некий видеодневник про автомобиль И вот сегодня очередная серия дневника Mazda 6 Поехали! И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, внешний вид и состояние лакокрасочного покрытия Ну, смотрите, на момент 2015 года мне очень автомобиль понравился Как внешне, так и по интерьеру Конкурентов мы рассмотрим чуть-чуть позже И вот за три года я, честно говоря, ожидал, что состояние лакокрасочного покрытия будет гораздо хуже А все почему? Естественно, перед выбором автомобиля я много про него читал Слушал мнения других владельцев И многие писали, что Mazda это консервная банка У нее очень слабое лакокрасочное покрытие С чем я ни капельки не пытаюсь спорить Но, тем не менее, автомобиль я эксплуатирую как в городе Это московская область Кашира Так в городе Москва и трасса М4 Вот 105 тысяч это основные цифры пробега, которые я проехал именно на этих участках 20 минут назад автомобиль выехал с мойки И я вам сейчас его показываю по кругу Сами посмотрите, оцените Конечно же, я понимаю, что камеры реального состояния автомобиля не передаст От себя объективно постараюсь отметить, что скола действительно на автомобиле присутствует Но ни один скол не начал цвести Но есть повреждения механические, которые я допустил сам Легкие притертости по автомобилю все равно присутствуют В любом случае, я же ожидал, что он будет более ушатный, такой затертый Если машину намыть и поставить в летний день под солнцем Естественно, будет видна паутинка Это все происходит вследствие неправильной мойки Если же вы купили новый автомобиль, я вам рекомендую Помыли его и не просить никогда мойщиков вытирать Потому что вот именно от протирки появляются все вот эти разводы и царапки Выбирая автомобиль, меня привлекло, что у него установлена диодная оптика Вот когда машина новая выезжает с салона, фары светят так космически Они прям переливаются, такое ну необычное свечение На секундочку отмечу, что все 105 тысяч я ездил с всегда включенным ближним светом День, ночь, без разницы Да, я понимаю, что здесь установлены диодные ходовки Но мне так нравится больше, это мой автомобиль И я вправе принимать решение самостоятельно Просто некоторые люди рекомендуют, не надо, надо беречь К чему это привело? Оптика немножко подустала Вот сегодня вечером все светит идеально Но тем не менее, вот этого прям блеска такого уже не осталось Но вот противотуманочки маленькие в виде прыщика меня очень смущают Я их даже приподнимал, чтобы было подальше свечения Толк есть, безусловно Особенно вот в такую погоду, когда есть снег Во двор заезжаешь, включаешь, но вы понимаете, отражает он Хорошо, но на дороге, не знаю В общем, они есть, но с точки зрения дизайна я бы, конечно, как-то это доиграл В любом случае, я лишь потребитель Дизайнеры увидели так, ну пусть будет так С точки зрения внешнего вида в целом Ну смотрите, Mazda представила новую, в кавычках, Mazda 6 Вот если ее поставить рядом, изменения замечу я как владелец И заметят владельцы других Mazda Владельцы других брендов скажут Блин, да это просто рестайлинг С чем я, собственно, полностью согласен Поэтому я считаю, что кузов и на сегодняшний день выглядит актуально И каких-то мыслей в голове, глядя на машину, что она уже стала старая А что вот есть более новая версия У меня пока что не возникает Внешний вид, состояние лакокрасочного покрытия Это, конечно же, все хорошо Но больше нас интересует подкапотное пространство Надежность автомобиля И вот когда я читал про него отзывы Многие люди писали, да это консервная банка Здесь все плохое, здесь все ломается Действительно, такие отзывы встречались И люди, которые ездят абсолютно на других автомобилях Это могут быть бэушные машины Всегда стоит это одно Mazda, это не машина, надо брать Toyota Camry Ну вот на секундочку я хочу вам рассказать С чем я столкнулся в подкапотном пространстве за 105 тысяч На секундочку, эту цифру многие не проезжают и за 5 лет Но прежде чем мы откроем капот О чудо, смотрите, газоупорный держатель Ну наконец-то, да? Когда я приехал в обслуживание Мастер-приемщик, который постоянно обслуживает мой автомобиль С момента покупки Я ему говорю, я тебе подарок сделал Говорит, какой? А вот такой Ну мы посмеялись, знаешь, вроде как он поднимает Ради секунды немножко удобно Значит, рассказываю, газоупорный держатель Приобрел я его за 1900 рублей Естественно, торговался Просил сделать скидочки Делают это наши русские парни Это не какой-то там Китай Я понимаю прекрасно, я уже прям вижу 1900 рублей, да это же дорого Можно, конечно, купить в Китае Но это все фуфло, которому веры нет Вот эта вот контора работает уже 4 года За них отзывов плохих вообще не найти Ну если можно найти какую-то единицу В чем плюс Что все устанавливается в штатные места Сверлить, чего-то делать вообще не нужно Мы это поставили с товарищем Примерно за 10 минут Специально для вас снял кратенький видеоролик Прям показал, как это все происходило Думаю, многим это будет интересно Смотрим Значит, смотрите, что у нас приходит в комплекте Сам газоупор, удлинитель для него Пару креплений Ну и, соответственно, крепежи Я сейчас нахожусь в гараже у товарища Где мы вместе с ним его установим И посмотрим, сколько это времени займет Из инструментов для установки Вам понадобится, на самом деле, три ключа Первый на 14, на 10 и шестигранник Принцип крепежа простой Одно крепление идет сюда Второе идет в штатное место Подходит Значит, чуть-чуть просто кривая деталь была Поэтому подбили молоточком Угол немножко изменили И все подходит Ну здесь, я думаю, разберетесь Здесь ничего сложного Крепим Но на всякий случай сблизи все показываю Что за чем идет Чтобы, если что, прям пошагово можно было делать И выставлять Все точно так же Второй элемент Крепится в штатные места Вот мы его вставим В комплекте идут все крепежи Слегка накрутили, наживили И мы сейчас, получается, вставляем ее как защелку Она уйдет вот сюда в дырочку И потом мы ее затягиваем шестигранником Смотрим Затянули, все аккуратненько Но она не ходит Сейчас сильно штать не будет Просто у нас механическая конструкция Не самая надежная Прокачиваем Нужно упереться И телом его несколько раз прокачать Идет железная защелка, который держит шарик Ее отверткой или шилом Вот так вытаскиваешь И соответственно, втаскиваешься шара Осталось железным Вот Обратно стоял, защелкнул Все, он больше оттуда никуда не денется Ну и то же самое В чем плюсы? С точки зрения надежности Все работает исправно В жару, в холод проблем никаких нет Газоупор на самом деле мощный Там никакая такая палочка, писюлечка Что он еле-еле весь шатается Многие люди, кто подписан на инстаграм канала Я вот фотографии туда выкладывал Спрашивали, а почему один, а не два? Ну в нашем случае На наш автомобиль Конкретно на Мазду 6 Поставляется один Им, естественно, выгоднее делать по два Два это, соответственно, подороже будет Я просто эти вопросы уже узнавал, уточнял Кому-то для эстетики Если кто-то делает тюнинг автомобиля Что-то переделает под капотом Куда-то приезжает, открывает капот Ну знаешь, там они такая музыка Там тусуются, играют Возможно, будет в плюс В моем же я открыл Омываечки долил Вам показал Все Поэтому Я с ними поторговался, конечно же Все, кому интересно Делают на любые машины То есть, какая бы у тебя ни была Здесь самое основное Это крепежи То есть, под тебя их сделают Собрать 3 минуты Сами видели видео Интересно будет Ссылка в описании Промокод Выпросил Машков Это первый наш промокод Который можно вести И получить небольшую скидочку Тем не менее, парни Никого не заставляю Но все, кто хотят Сделать машинке тюнячку приятную Переходите по ссылке в описании Идем дальше С самого начала Я начал кормить автомобиль 98-й бензином И мне все кричали 98-й Мазда 6 Skyactiv Да она у тебя взорвется К 40 тысячам Набегал 40 тысяч Говорят Да это еще не пробег 40 тысяч Вот 60 На 60 тысячах Ну, на 70 тысячах Я начал менять Частично масло в коробке В общем Я следил за автомобилем Ездил как я хотел Я разгонялся Я тормозил Я ездил плавно Я ездил быстро Машина едет И все, что я менял В подкапотном пространстве Это ролик натяжителя ремня По гарантии Проблема заключалась в том Что именно вследствие Неправильности работы Самого ролика натяжителя Изнашивался ремень Обязательно на это Обращайте внимание Так как приезжая к дилеру Он вам может сказать То, что на ремень Гарантия там Крайне маленькая Или вообще даже не распространяется Но вся проблема Именно в ролике натяжителя Есть даже официальный Бюллетень у Мазды Все остальное И ничего я здесь больше не делал Все штатное От ТО до ТО Замена фильтров Замена масла Все Даже аккумулятор еще На 105 тысячах Ни разу не приходилось заряжать У меня системы старт-стоп нету Сюда же дополню Что я менял два раза свечи Первый раз, когда я их поменял Нарвался на бракованное Откатал буквально 15 тысяч Заменил Сейчас На последнем техническом обслуживании Все в исправном состоянии Менять смысла нету Больше здесь я ничего не менял И кто-то скажет Вот опять Что ты стоишь на хвале Что мне не нравится Вот в этом автомобиле Конкретно в двигателе Это то, что Когда его заводишь Первую минуту Он очень сильно тарахтит Он так сказать Работает в режиме прогрева Усиленном Но тем не менее Это тарахчение Постоянно напрягает Особенно когда ты знаешь Находишь во дворе Либо на парковке Многие владельцы Отмечают Что заводишь У всех машина Так тихонечко работает Либо буквально 5-7 секунд И нормально То вот этот может тарахтить Минуту прям Прогрелся Все Проблемы нет Двухлитровый двигатель 150 сил Да, дохленький 10,4 Паспортный разгон Что касаемо Расхода топлива У меня реально Расход 7,8 Вот в смешанном цикле Даже сейчас зимой Если я выезжаю в город Вот в Москве Жесткие пробки Стою толкаюсь 9 литров Но выше 10 У меня расход Ни разу не поднимался Кто не верит На канале Есть целый плейлист Из дневников Мазды 6 Я прямо показывал Там заливал полностью В общем Все доказательства есть Посчитайте, что мало Сделаю свежие доказательства Он прям совсем недавно Заправлял автомобиль 7,8 То есть тут врать В смешанном цикле Не вижу никакого смысла Естественно Если залезть в интернет Почитать Там есть люди Которые рассказывают Они себя называют экспертами Я на секундочку отмечу Что ни разу никогда не кричал Что я эксперт Разбираюсь полностью В автомобилях Слушайте мое авторитетное мнение Нет Я такой же автолюбитель Как и вы Так вот Если почитать отзывы Многие скажут Что Skyactiv плохой Он ненадежный Что с ним могут быть проблемы Вот сегодня 2018 год Я ее продавать не собираюсь Я еще на ней откатаю Как минимум 1150 Может быть 200 Посмотрим как карта ляжет Сколько будем наматывать километров И посмотрим Какой же он Надежный или ненадежный Масло в коробке Частично менял два раза Больше ничего не делаю Давайте сейчас кратенько Посмотрим вставочку С технического обслуживания Что было сделано с автомобилем А там чисто замена масла По стариночке Друзья И снова магия монтажа Мы с вами словно перемещаемся во времени Мы находимся как обычно В боксе у официального дилера Где проведем техническое обслуживание 105 тысяч Сегодня кашу размазывать по тарелке Мы здесь точно не будем Посмотрим общее состояние Зальем масло Сделаем сход развала Поедем дальше В общем автомобиль полностью Посмотрели по кругу Никаких нареканий нету Пересказывать и показывать Все это нет никакого смысла Потому что на 97 с половиной тысячах Снимал видео Все рассказывал, показывал Обращаю ваше внимание В первую очередь Смотрим Сам производитель пишет Что рекомендует выставлять давление 2,3 Это при условии того, что 3 человека в машине Мастер-приемщик мне говорит следующее Что я рекомендую ставить 2,5 Что зимой, что летом Потому что профиль у колес низкий Поэтому сейчас я по кругу Выставил давление 2,5 Но в первую очередь Мне прямо интересно посмотреть Нормен ли сход развал Или же он нарушен Левая? Левая, конечно, наружу с половиной Ну вот По-любому это оправить надо Потому что Я в тот раз как приезжал У меня тоже было, знаешь, такое прям малейшее Там отклонение Я говорю, не-не-не, давай делаем Сделаем, реально ощущается Прям вот я выехал на дорогу Все, вопросов нет По прибору, кстати, очень дорогой прибор Я даже первый раз такой вижу Отклонение левого колеса смотрит наружу Соответственно, вот из-за него Запросто может машину На скорости левее-правее носить В общем, смотрите Если вы чувствуете дискомфорт при движении В первую очередь нужно, конечно, засмотреть давление И делать балансировку Выехали на трассу Не помогаете Все равно машину водят После этого обязательно делаете сход развал Обращайте внимание Чтобы специалисты в центре были грамотные Если начинать задать пустые вопросы Лучше сделать в другом месте Цена вопроса, как правило, доход развал 2-3 тысячи рублей Смотря где найдете На этом мы здесь заканчиваемся И перемещаемся снова в другое место Тормозные диски Как вы знаете, у всех японцев Вообще с тормозами есть проблемы 3-4 раза сильно тормозится Уже начинает их водить В любом случае, многие отмечают Владельство, что даже аж на 15 тысячах То есть на первом, то ему уже меняют колодки Потому что они там изнашиваются под 80% В моем случае, не знаю, с чем это связано У меня эта проблема обошла Я первый раз поменял тормозные колодки На 50 или на 55 тысячах Уже точно назвать, что есть на канале Так вот, со временем Потом у меня повело тормозные диски Я поставил другие Сейчас комплект стоит за 18 тысяч рублей Пока что полностью доволен Уже была возможность их проверить Отормаживаюсь В общем, пока что претензий Нареканий к ним нет Ветровое стекло Сейчас у меня установлено неоригинальное Оригинальное на самом деле Очень мягенькое и хрупкое Буквально один шип отлетел И сразу пошла паутина Пришлось менять Поставил вот это За время эксплуатации Такие камни отлетали Что я порой вот так вот прям закрывался В машине думал Ну все, сейчас прям в салон прилетит Нет, цельное Тем не менее От пескоструя очень много появилось Маленьких этих точечек, скольчиков И когда ты едешь в солнечную погоду Реально напрягает Напрягает до такой степени Что даже появляются мысли Заменить еще раз стекло Датчик дождя Поначалу как-то дворники Знаешь, ну не всегда схватывали Сейчас датчик дождя безупречно работает Самоизлечился Если поговорить за металл И вообще за шумоизоляцию автомобиля в целом Ну смотрите Девятнадцатые колеса стоят Вот я почему постоянно говорю про камри Вот не подумайте о том Что как-то чем-то она мне не нравится Какие-то претензии у меня есть к Тойоте Нет, я также при выборе автомобиля Естественно раз в семь наверное ходил в Тойоту И смотрел камрюху Почему? Естественно такой же стереотип Как у многих То что вот камри, камри Лучшие автомобили Вот у людей никогда в жизни не было камри Никогда на ней не ездили Но если поставить Мазду и камри Что лучше? Камри почему? Ну потому что она лучше Она хорошо продается и все Факт в том, что Вот здесь стоят девятнадцатые колеса И резина летняя идет изначально Бриджстоун Вот в чем плюс резины летней штатной Она реально очень хорошо держит дорогу В чем минус? Она реально шумная Вот такая на машине есть Сто сорок, сто пятьдесят Шум, гул стоит вообще дикий Но не мало важную роль играть Что колеса большие Вот я смотрел Некоторые обзоры Я не смотрел вот у людей Которые делают шумоизоляцию Вот если машину сейчас разобрать Дверные карты Все, здесь шумки ноль И точно так же шумки ноли в камрюхе Тем не менее Она немного потише Потому что там колесики поменьше И вот смотрите Я вам частенько говорю о том Что вот хлопаем мы капотом Такой звук неприятный Кто-то скажет Да ты не объективный Ты постоянно Мазду хвалишь А вот смотрите Я вам расскажу Открывая дверь Во-первых, реально Все очень хлипкая Такая машина Как игрушечная Вот у меня люди порой Берут машину Когда мы берем у них На тест-драйв Они катаются на моей Говорят Да, вроде бы внешне классно Салон приятный Но сама машина Такие двери какие-то игрушечные Задние тоже Ну знаешь Как тут так вот все сделано Как тут Вот это вот Дешево Как-то по простенькому Я замечал несколько раз Что когда закрываешь Вот эту дверь водительскую И ветерочек дует И когда она прям хлопает Порой бывает звук схожий Со звуком закрытия капота камри То есть металл прям Такой бум Вот Попробуй передать Вот видите Вот если прям посильнее хлопнуть Вот именно если посильнее Хотя в тот раз Мы когда камри закрывали Аккуратненько Тем не менее Вот я это замечал Бывать стоишь Вышел И прям Неприятный такой звук Постоянно напоминает мне о ней Отдельным видеороликом Снимал на канале Что я наконец-таки Убрал чехлы Все перешил Салон сейчас полностью новый Многие люди говорят Классно Кому-то не понравилось Кто-то говорит Можно найти дешевле Парни Я никого ни к чему не призываю Если вы там нашли Где-то за 3000 рублей То же самое Делайте конечно Я же Прежде чем обратиться к ним Делал такой мониторинг цен Меня их цены в принципе устроили Поэтому Гнаться за чем-то Особенно знаешь Что меня удивляет Некоторые люди пишут Вот у меня настоящая Итальянская кожа Перешит салон Прям под заказ За 30 тысяч рублей Вот вы вдумайтесь Настоящая итальянская кожа За 30 тысяч рублей Ну может такое быть Во людям Ездит по ушам Дермантина Нашьют итальянского Как бы итальянского Можно призвать Да-да Италия У нас Германия У нас там что-то Только нету Значит факт следующий За чехлами будут идти наблюдения Что с ними случится Порвутся Протрутся Обязательно расскажу Покажу Пока что отъездил на них Ну тысячи километров Если поговорить О заднем диване Здесь я ездил Ну наверное один раз И то даже Вру ни разу Я здесь сзади не ездил То есть сидел разок Да Ну вот так вот Передвигаться в машине Не приходится Детей у меня пока что нету Поэтому сзади все чисто Много места Мало сказать не могу Могу лишь сказать одно Что когда складываешь сиденье Действительно Достаточное количество места Для меня это рабочая лошадка Это не какой-то там Представительский для меня Автомобиль Там красоваться Я на нем перевожу так Что она Портик остается Ее по максимуму За все это время Один раз менял задние колодки Это было примерно На 90 тысячах Если не ошибаюсь Резину зимнюю Выбрал Капелиту 8 Это настоящая финская резина Непосредственно настоящая финская резина У них есть там завод По производству резины Просто некоторые говорят Такого завода не бывает В Финляндии Есть все Резиной очень доволен Вот даже честно говоря Мог бы вам ее рекомендовать Значит что у нее плюс Шипы очень хорошо держатся Она не такая шумная Но если зимой разгоняться на машине Больше 160 Вот когда прям ровная Дорога Сухо Все равно Как бы она для этого Не предназначена До 160 по трассе По автобану Можно ездить В любом случае Я всегда предзываю Соблюдать правила дорожного движения Не гоняйте Не нужно Объем топливного бака 62 литра Постоянно Заправляю 98 Почему? Вот если сейчас Открыть лючок бензобака Вы увидите Там прямо написано Черным по белому Что можно лить бензин С октановым числом Не ниже 95 Я выбрал 98 Ни разу я об этом Не пожалел Ни разу У меня не загорался чек К этому претензий Вообще никаких нету Поначалу Я сейчас сразу Сделал такие насадочки Как на мой взгляд Показалось симпатичные Никак не меняется От этого звук Это сделано Не для того Чтобы кому-то Что-то показать Такая просто Мне показалось Что так симпатичнее Нежели чем штатные Если поговорить За багажник Значит Огромный плюс Этого багажника В том Что здесь пространство Честное Вот эти вот Кожухи Которые Закрывают Механизм закрывания То есть Ты кладешь ящики Все что я разложил Я знаю Что я без проблем Багажник закрою У тойот Минус в чем И у других компаний Что открываешь Огромный багажник Для чего ты сделал Опять же Для того Что ты пришел В салон покупать машину О какой большой багажник А по факту Что ты положил Сумку положил Начинаешь закрывать Они упираются То есть В этом минус Камера работает Исправно штатная Ни разу Как бы вот Ничего не глючил Ни парктроники То есть Вот с этим проблем нет Я бы и рад Вам какие-то минусы Сказать То что Вот это плохо То плохо Но пока что Ни с чем не столкнулся Клиренс у автомобиля 160 миллиметров Когда я его покупал Многие мне друзья Говорили То что это пузотерка Длинная баржа Зачем она тебе нужна Будешь постоянно Где-то застревать Но на секундочку Не знаю Как вы воспримете Там Сам себя польстить Сам себя похвалить Так сказать Стаж уже 10 лет За это время Я проехал Больше 400 тысяч километров Вот если суммарно Посчитать Где на чем я катался Поэтому когда я вижу Что где-то там Жопа И туда лезть не нужно Я соответственно Не лезу Везде езжу с головой Но в основном Моя стихия эксплуатации Это вот дорога Какие-то Неровности Какие-то Я там не знаю Овраги Бураки Деревня Я на машине не езжу То есть чисто город Максимум что может быть Это снегопад Давайте кратенько Пробежимся По конкурентам Как говорит Один блогер На ютубе Не размазывая кашу По тарелке В общем В конце 2014 года Встал вопрос По выбору седана Естественно Я как и все Побежал сначала в Тойоту И бегал я к ним Раз наверное 7 Вот именно в Камре Вот я прихожу в машину Мне всегда говорят Классная тачка Все идеально Менеджеры Да это песня Это лучший автомобиль Вы не найдете По цене это было все Плюс-минус одинаково Мазда 6 Форт Мондео Кио Оптима На тот момент Новый В котором видим И сегодня видим Еще не было Хотя вот если бы она была Кстати Я бы рассматривал Либо Мазда 6 Либо Кио Оптима Тем не менее Садился я в Камре Но мне лично Она никак не легла Ничего против нее Не имею У меня абсолютно Все равно на этот автомобиль Но мне почему-то Больше глаза легла Именно Мазда 6 Как по внешнему виду По интерьеру Хорошую роль сыграла цена Я его купил За 1 миллион 270 тысяч рублей Сегодня точно такая же Комплектация Как у меня Стоит 1 миллион 550 тысяч рублей Если я не ошибаюсь Собственно Посмотрев Повыбирав Принял решение Что нужно забирать ее Особо много времени На это не тратил Выбор состоялся Буквально в течение Одного месяца Конечно же Мы сделаем выводы За управляемость Автомобиля И работу его подвески Но сделаем мы это Не стоя возле него А давненько Я вас не катал На своей тачке Поехали прокатимся И вновь Это магия монтажа И мы уже сидим В автомобиле Что здесь Меняли по гарантии Это оплетка руля Вот в этих местах Начала немного Шелушиться Скажем так Кожа Признали гарантийным Случаем поменяли Чему очень доволен Вот посмотрите Сами на интерьер автомобиля Вот на мой взгляд Он симпатичен Но опять же Подчеркиваю Это чисто на мой взгляд Я не пытаюсь Хвалить эту машину Я не пытаюсь ее защищать Ни я ее делать Ни моя компания Что у меня здесь удивило Честно говоря Когда я ее покупал Я думал Такая будет балалайка Особенно на основании отзыва Что к 100 тысячам Здесь будет скрипеть все Вот к 100 тысячам Уже даже больше Здесь скрипел Только вот этот дисплей И то вопрос был решен Простейшим способом Чисто по русски Сзади него я вставил визиточку Все Скрип ушел По правильному Снимается сабля Разбирается Проклеивается Собирается обратно Многие делают самостоятельно В автомобилях У кого прямые руки Я же пошел по простому принципу Вставил ее Скрип ушел Вот это вот Согласен полностью колхоз В понедельник Уже поеду к товарищу Который мне ставил газоупор И вместе с ним Все это кинем в другую сторону По правильному проведем В целом вот такой интерьер Ничего здесь из изысков нету Но в тот же момент Все самое необходимое Для передвижения есть Работа печки Меня полностью устраивает Зимой я максимум Ставлю 23 градуса Не знаю как некоторые Замерзают в автомобилях Наверное конечно же Нужно в первую очередь Смотреть кто где живет Мы живем в центральной части У нас сейчас на улице Минус 4 И как бы для нас Это уже холодно Минус 10 там может быть Но пока что Все что я видел Максимум на термометре Это было Ну минус 12 в этом году Пока ниже Температура не опускалась Режим спорт Поначалу я Когда я его покупал Автомобиль Мне казалось то что Спорт Блин подрулевые лепестки И так это круто Так это нужно По факту спортом Пользуюсь вообще В редких случаях Летом Когда едешь где-то на МКАДе Либо город наполовину загружен Наполовину свободен И нужно не тормозить А успевать разгоняться За счет того что 2 литра всего лишь Машина овощная Коробка овощи настроена На экономичную езду То есть газку дашь Она там еле-еле разгоняется Нужно прям вдавить в пол Чтобы она поехала Либо как минимум Включить режим спорт Тогда будет совсем другой эффект Ну что поехали прокатимся И посмотрим что она себя представляет Подвеска здесь настроена На хорошую такую спортивную езду Поэтому ее можно назвать жесткой В тот же момент Меня это полностью устраивает Я вам неоднократно говорил Что у меня в городе Да и вообще там где я эксплуатирую автомобиль Проблем с дорогами нету Если же у тебя в городе все разбитое Тебе 19 колеса Во-первых вообще про них нужно забыть И можно сразу продавать Ну а 17 уже смотрите сами Тем не менее Отмечаю факт 100% что подвеска здесь жестковатая Передвигаешь 60% Вот мы сейчас едем Газку в пол даем Машина поехала В тот же момент Замечал за ней Выезжаешь Теперь на МКАД Стоишь там С поворотничком Моргаешь Газку даешь в пол Начинает прошлифовывать Прям бьет Вот она начинает прям скакать Это очень плохо Потому что таким образом Вы убиваете в первую очередь привода Заменить привода У официального дилера Будет порядка 80 тысяч рублей Понятное дело Никто это у официалов делать не будет Сколько это стоит на стороне Сходу сказать не могу Достойно работает электронная вспомогательная система За время эксплуатации Бывало приходилось попадать в легкие заносы Курсовая устойчивость работает стабильно АБС тоже в принципе вытягивает Присутствует Опять же здесь нужно ко всему подходить с головой Когда вот легкая такая гололедица появляется Выпадает снежок Не понимаю людей которые разгоняются Прямо жмутся вот на таком расстоянии Ну дураки То есть нужно ездить адекватно Смотреть на дорогу Держать руль двумя руками К чуткости руля здесь вопросов нет абсолютно То есть левее чуть правее машина послушна Особенно когда все находится в исправном состоянии Сход развал Давление нужное стоит в шинах Здесь как бы вопросов не будет Ну действительно машина Вот за что вообще Мазда славится То что она действительно хорошо управляется Она хорошо едет рулится Но есть такой момент То что когда вы на парковке Паркуетесь выкручиваете до конца руль Знаешь крутишь крутишь А потом раз Вот этот вот Момент Вот именно удар руля Как-то вот в некоторых машинах То есть он не дает это сделать А здесь прям бах Неприятно Опять же знаешь К слову о том Что она какая-то такая Легенькая Хлипенькая Самое время делать выводы А здесь я бы хотел сказать следующее Перед покупкой автомобиля Вот почитав все отзывы Я был уверен И настроен на то Что она меня будет разочаровывать Что с ней будут какие-то проблемы происходить Я прям действительно думал Что Mazda это что-то такое Знаешь Ну вот фу-фу-фу Не послушав всех Купил автомобиль Начал кататься Ездить Проблем у меня с ним пока что нет В любом случае Все мои наблюдения продолжаются Как он поведет себя дальше Начнет он сыпаться Но вы подписавшись на канал Узнаете об этом первыми Все неприятности Все приятности с машиной Я вам естественно буду рассказывать Рекомендовал бы я вам покупать Mazda 6 Нет По одной простой причине Выводы делайте самостоятельно Я вас не призываю бежать в автосалон И выбирать Mazda Вот вы посмотрели сейчас ролик Вот ролик владельца Который проехал на нем 105 тысяч И три года проехал за рулем этого автомобиля Делайте свои выводы Есть люди Вот я их показываю Которые Например сталкивались с проблемой по коробке Меняли ее по гарантии Есть люди у которых постоянно Такие проблемы с электроникой происходят То запотевает что-то То еще что-то Разные проблемы бывают Заводской брак присутствует везде В любом случае Покупая новый автомобиль Первые три года и 100 тысяч Вы всегда остаетесь на гарантии А что с ним будет дальше Ну прямую зависит от вас Как вы будете эксплуатировать автомобиль Будете вы за ним следить Будете вы его убивать Или носить на руках или леять Поэтому здесь Все сугубо индивидуальный подход Друзья Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала Я вас призываю Это делать не просто так Там вы всегда можете Высказывать ваше мнение Еще до того Как мы сняли машину То есть советуют На что обратить внимание Что посмотреть Что вам нравится Не нравится В общем Все активность происходит Там изначально до ролика Также обязательно подписывайтесь На канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Пишите ваши комментарии Высказывайте полностью Ваше мнение Делайте это конструктивно Чтобы я вам Также конструктивно Мог ответить У меня на этом Пока что все У нас впереди Конечно же Будет куча Различных видеороликов До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok